Привет, друзья! Вот Марат написал мне. Добрый вечер! Вопрос такой у меня, когда я делаю упражнения хрюст руками по спине, вхожу в такое прекрасное состояние, потом тело моё совершает различные движения, нет мыслей в голове, удивительно, и уже на протяжении пяти месяцев моя правая рука поднимается, и будто пером что-то пишет постоянно, что-то пишет. Вот, пробовал взять ручку с бумагой, думаю, пусть пишет, а на каракули разные пишет, круги рисует. Затем много об этом думал, и сегодня вдруг до меня дошло. Раньше я хотел и постоянно мечтал писать стихи, поэзию, фантастику. В общем, на подсознательном уровне всегда хотел написать книгу любого жанра, но в моей жизни не было возможности до этого пор заниматься или учиться этому искусству. И теперь я понял, что я должен заниматься тем, что я хочу, но тут проблема. Я не знаю, с чего начать, я не знаю, как это будет выглядеть, если взять любой стих, он как-то в ритм входит. Но я одно понял, что по вашей методике я начал ходить в творчество, но ранее никогда не писал, как я могу себя реализовать в этом направлении. Ну, молодец! Вот чем наша школа «Человек будущего» занимается? Это развитие стресс-устойчивости, да, и творческих качеств, созидательности. И мы вместе создаём науку человечности. А как же может быть человек, если он не творец? Это хомо сапис, человек разумный по-латыне. Ну, вот я отвечаю. А вот он ещё дописал. «Хотя я больше люблю историю, космос, хотя меня пугает моя грамматика, и мало читал книг». Во! Это прямо сегодня для России, для молодёжи, для подростков, которые там по ЭГЭ, которые клиповые, и такие, чтобы они немножко тоже научились писать книги, писать стихи и так далее. И поэтому я ему ответил, Марат, я ответил. «Пиши, как пишется, а опытно работает». Не думай, как именно правильно писать вот в этом состоянии, как правильно именно писать. Потому что это сбивает мысль. Правильно. В этом состоянии ты сделал хлёст, сделал другие, подобрал себе упражнения, снял зажатость, вышел из напряжённого состояния средства в состояние творческое, тебе хочется писать. Да, и пиши ты, бери там бумагу, перо, и пиши ручкой, или как, или печатай. И не думай, как правильно печатать. Потому что ты сбиваешь автоматизм текущей мысли. Свободу мысли сбиваешь в данном случае. И опыт наберётся. Ты начнёшь уверенно писать, и придёт и грамматика. Да, и всё будет. Поэтому не стопались на этом. Женщина одна написала, она после инсультов вышла из этого состояния, стала здоровой. Она написала «Путь художника», по-моему. Четыре книги было именно за счёт того, что она в состоянии после сна, ещё между сном и больственным, садилась и автоматически писала. Всё, что в голову придёт. Да, писала, 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 писала. Это называется автописьмо. Да, и вышла, во-первых, из после инсультового состояния, стала здоровее. Стала рисовать, стала писать. Ну, короче, там есть, поищите в интернете. Это такой подход. Автописьмо. Автописьмо. Вы знаете, как это замечательно. Давайте, друзья, работайте, работайте, развивайте всё творческое начало, потому что именно в этом состоянии вы обретаете то, нечто, без которого жизнь, она тусклая, она в стрессе, она в постоянном утомлении, постоянно надо поддерживать свой баланс. Человек в балансе, когда он в творчестве, он созидатель по природе. По природе своей заставь его не любить и не сможешь. Заставь его не творить и не сможешь. Это природа человека. Поэтому, когда вы потенциал свой позволяете открыть, тогда вы здоровы. Тогда вы здоровы. Человек по природе творец. Вот что я вам хотел сказать. Ну, конечно, каждый следующий ролик будет интереснее, интереснее, интереснее. Поэтому, кто не смотрит эти ролики, потому что он случайно попал, подпишитесь на канал, и вы будете всё время получать новое, будете развиваться вместе с нами. У нас участники Школы Человек Будущего такие великолепные вещи делают. Они рисуют и пишут, и много такие вещи изобретают, изобретают. Потому что у нас на стене Школы там написано, откройте под роликом описание, что у нас цель сохранить разум на планете, ну, и творческое долголетие, и чтобы открыть себе озарение по заказу и развитие изобретательского мышления. Да, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok